Глава округа провел встречу с инициативной группой жителей ЖК Красногорский. В новом Нахабинском микрорайоне, который сегодня заселен только на 70%, уже живут примерно 5000 человек. Однако в изначальном инвестиционном соглашении не было предусмотрено ни садика, ни школы. После переговоров с застройщиком будет и первое, и второе. Мы тоже считаем, что это очень несправедливо, что построить вот такой большой жилой комплекс и ни одной бесплатной школы. Именно поэтому в течение полугода, последнего, наверное, если не больше, мы с нашими коллегами из Града вели переговоры и просили их. Нет, мы с этим не согласны. Если вы некоторых нюансов не знаете, я уже скажу такую вещь. Я остановил даже эту стройку, пока, значит, коллеги нас не услышали. Сейчас, на данный момент, мы с Градом принципиально договорились о том, что Град нам построит школу бесплатную и садик. Муниципальный садик будет рассчитан на 150 мест, школа – на 900. Ожидается, что в четвертом квартале следующего года застройщик выйдет на площадку. Проектирование образовательного учреждения уже началось. Учитывая, что объект будет передаваться в муниципальную собственность, техническое задание нам сегодня передали для согласования с управлением образования. На встрече жители просили поддержки и в решении коммунальных вопросов. В ЖК Красногорске настолько недовольны работой управляющей компанией, что просят не только содействия в ее смене, но и о прокурорской проверке. Глава Ради Хабиров дал поручение разобраться в ситуации своим заместителям и начальнику территориального управления Нахабина лично. Владимир Евгеньевич, я вас попрошу провести отдельную встречу, желательно прямо на территории, чтобы были жители, пальцем показывать, как домофон работает, это не работает. Вполне возможно, допуская, есть у них недостатки в работе. Значит, моей задачей заставить их работать. Если вы считаете, что они, соответственно, не устраивают, вы хозяевам ваших домов и ваши решения. Проводите собрание и выбирайте другую компанию. Это ваше право. На встрече также речь зашла о работе общественного транспорта и Нахабинской больницы. В частности, инициативные жители пожаловались на невыдачу направлений на анализы и проблемы с плановой вакцинацией детей. Вопросы переданы начальнику окружного управления Минздрава. Жители микрорайона также рассказали о постоянных перебоях в подаче электричества на четыре дома на улицах Королёва и Белобородова. Виной тому, как выяснилось, удалённость подстанции и старый кабель. Застройщик не может при оформлении заявки знать состояние сетей. Поэтому ему выдали технические условия, он их выполнил, его подключили. Михаил Ильич, до 15 сентября, до 15-го, нести мне предложение о решении этой проблемы. Хорошо. Договорились. О решении этой и других проблем глава обещал рассказать при следующей встрече с жителями. Она запланирована на конец октября.